здравствуйте мои подписчики и гости канала в этом видео рассмотрим устройство и принцип действия механизмов для посадки тестовых заготовок в люльки конвейера шкафов окончательной расстойки механизмов для разгрузки люлет конвейеров этих шкафов механизмов для надрезки тестовых заготовок механизмы для посадки тестовых заготовок в люльки конвейера шкафов окончательной расстойки по назначению эти механизмы разделяются на две группы механизмы для посадки тестовых заготовок в люльки конвейера шкафов для расстойки при выработке подовых изделий и механизмы для посадки заготовок при выработке формовых изделий в зависимости от конструкции рабочего органа производящего посадку тестовых заготовок в люльке конвейера расстойки. Посадочные механизмы разделяются на маятниковые, ленточные, роторно-ленточные, створчатые, гребенчатые и ковшовые. Маятниковые распределительно-посадочные механизмы применяются для распределения одного потока тестовых заготовок в ряд по фронту с последующей посадкой их в люльке расстойного шкафа. Маятниковый посадчик применяется для укладки тестовых заготовок в люльке конвейерного шкафа Т1 ХРЗ. Посадчик состоит из каркаса 4 качающегося маятника 5 двух наклонных лотков 1 и 7 имеющих поворотные шиберы 3 с противовесами 2 и механизма 6 возврата шиберов. В исходном положении шиберы 3 закрыты. Тестовые заготовки поступают в распределительную коробку и нажимая на лопасть маятника 5 поочередно поворачивают его проходя на плоскость наклонного лотка 1 или 7. Скатываясь по лотку заготовка поступает на плоскость нижнего шибера. Под действием веса заготовки шибер поворачиваясь вокруг оси 11 принимает вертикальное положение. В результате тестовая заготовка поступает через канал 9 в карман люльки. Вторая заготовка поворачивает средний шибер, а последующая верхний. Таким образом, каждая последующая заготовка поступает в один из каналов 9, через который укладывается в карман 10 люльки расстойного шкафа. Возврат шиберов в первоначальное положение производится перемещением тяги 6, которая роликами 8 отводит рычаги с противовесом 2 в противоположном направлении. Ленточный посадчик применяется для высадки тестовых заготовок в люльке шкафа для расстойки при выработке круглого подового хлеба. Посадчик состоит из поворотной рамы 12, на которой смонтирован ленточный транспортер 13, совершающий периодическое движение. Куски теста поступают на ленту транспортера через шарнир на подвешенный лоток 11. При этом под давлением веса куска теста лоток наклоняется через систему рычагов 21 и 4, включая это однобортную муфту 5. Эта муфта, совершая один оборот, обеспечивает перемещение ленты транспортера на один шаг тестовых заготовок. После укладки на ленту 7 или 8 тестовых заготовок движение ленты прекращается. Рама посадчика совместно с транспортером поворачивается на цапфах 14 на угол до 90 градусов и тестовые заготовки скатываются в ячейки люльки для расстойки. Ленточный транспортер приводится в периодическое движение от электродвигателя 2 мощностью 1 кВт и частотой вращения вала 1,1400 оборотов в минуту, от которого через червячный редуктор 1, цепную передачу 3, однооборотную муфту 5, коническую передачу 6 и цилиндрические шестерни 20 вращение передается ведущему барабану, а от вала барабана шестерни 7, на который укреплен диск с упором 8. Число зубьев этой шестерни подобрано так, что после укладки на ленту заданного числа тестовых заготовок шестерня совершает 1 оборот. При этом упор 8, нажимая на ролик конечного выключателя 9, включает электродвигатель 19, мощностью 0,26 кВт и частотой вращения 1400 оборотов в минуту, который через червячный редуктор 18, тягу 17, кривошив 15, поворачивает раму ленточного транспортера. Выключение электродвигателя механизма наклона транспортера производится с помощью конечного выключателя 16 после одного оборота червячной шестерни редуктора 18. По возвращению транспортера в горизонтальное положение, упор 8, воздействуя на конечный выключатель 10, производит включение электродвигателя привода конвейера расстойки. После этого цикл работы посадчика повторяется. Угол поворота ленточного транспортера регулируется изменением радиуса кривошипа. Для обеспечения нормальной работы посадчика интервал между поступлением кусков теста на ленту должен быть не менее 3 секунд. Работа посадчика синхронизирована с работой тестоделительной машины, конвейера расстойки и конвейера печи. Роторно-ленточный посадчик применяется для посадки тестовых заготовок в люльки шкафа для расстойки РШВ при выработке городских булок и батона. Посадчик состоит из вращающегося ротора 4 с 6 или 8 карманами, установленного на валу 6, ленточного транспортера 2 с приводным барабаном 7 и натяжным 1 и привода. Все элементы посадчика смонтированы на станине 8. Выносные звездочки 3 шкафа для расстойки размещены внутри станины. Тестовые заготовки ленточным транспортерам подаются от закаточной машины в карманы ротора 4, который, вращаясь, передает их на движущуюся ленту 2 транспортера-посадчика. Для предупреждения преждевременного выпадания тестовых заготовок из карманов ротора установлен козырек 16. После подачи на ленту транспортера 6 или 8 заготовок вращающийся диск 5, воздействуя пальцем на конечный выключатель 17, выключает электродвигатель 14 привода посадчика. В результате ротор и лента останавливаются. Рычагами 15 лента транспортера поворачивается и тестовые заготовки скатываются в 19 конвейера для расстойки. Рычагами 15 лента транспортера поворачивается и тестовые заготовки скатываются в люльку 19 конвейера для расстойки. Затем лента поворачивается в исходное положение и начинает двигаться. Вновь начинает вращать ротор и подавать тестовые заготовки на ленту. Привод посадчика осуществляется от электродвигателя 14 мощностью 1,1 киловатт и частотой вращения 1000 оборотов в минуту, который через калиноременную передачу 12, червячный редуктор 13 и цепную передачу 11 приводит во вращение вал 10 приводного барабана транспортера. От этого вала через коническую зубчатую передачу 18 и цепную передачу 9 вращается ротор 4. Габаритные размеры механизма 3585 на 902 на 995 миллиметров. Посадчик, который представлен на слайде, предназначен для посадки тестовых заготовок в люльке конвейерного шкафа окончательной расстойки при выработке батонов. Посадчик производит выравнивание шаготестовых заготовок и фиксированную загрузку их в люльке конвейера шкафа. Он состоит из цепного транспортера 5, на цепи которого с помощью шарниров 22 укреплено с шагом 330 миллиметров 18 люлек 3 в форме ковшей. Каждая люлька имеет рычаг 26 с роликом 27, который при движении цепи перемещается по профильной направляющей 4. Тестовые заготовки с транспортера 10 закаточной машины поступают в магазин 11, на плоскости которого помещаются две заготовки. При появлении третьей она, не умещаясь в магазине, протаскивается транспортерной лентой в щель между плоскостью магазина и лентой и сбрасывается в сборник. Таким образом ритм работы посадчика не нарушается. Из магазина заготовки поступают в карманы периодически вращающегося четырехкарманного питателя 6, при каждом повороте которого на 90 градусов тестовая заготовка сбрасывается в люльку 3, находящуюся в этот период в горизонтальном положении. При дальнейшем движении люльки после загрузки, вследствие изменения профиля направляющей, по которой перекатывается ролик 27, начинают наклоняться и принимают наклонное положение под углом 75 градусов. После выхода 6 люлик на позицию посадки тестовых заготовок в люльке, конвейера расстойки, цепной транспортер посадчика останавливается. При этом 6 люлик занимают положение близко к вертикальному, а их ролики 27 находятся в сдвоенной направляющей 24, опрокидывателя 25. В это время приводится в движение вал-1 опрокидывателя, который поворачивает люльки относительно оси 23 на угол 90 градусов, и тестовые заготовки укладываются в люльки конвейера шкафа расстойки. Опрокидыватель вместе с люльками возвращается в исходное положение, а цепь транспортера-посадчика начинает свое движение. Одновременно включается конвейер расстойки, который, передвигаясь на один шаг, подает под загрузку следующую люльку. Посадчик приводится в движение от электродвигателя 17 мощностью 0,6 кВт и частотой вращения 1410 оборотов в минуту, от которого через клиноременную передачу 15 и червячую пару 16 вращается вал-33. От этого вала через коническую передачу 14 вращение передается валу 28, который через неполнозубую шестерню 29 и шестерню 32 приводит в движение вал-30. Этот вал через цепную передачу 13 вращает приводной вал 7 цепного транспортера 5, периодичность движения которого осуществляется с помощью неполнозубой шестерни 29. Эта шестерня обеспечивает отношение времени вращения вала 30 ко времени его остановки, равное 5 к 1. За один оборот вала 30 вал 7 совершает 2 оборота и переместит цепь транспортера на 6 люлек. От вала 7 через конические шестерни 9 и 8 движение передается 4-х пазовому мальтийскому кресту 12, от вала которого через цепную передачу 31 вращение передается питателю. За два оборота вала 7 мальтийский крест поворачивается 6 раз на угол 90 градусов. На валу 33 жестко укреплен пазовый кулак 18, который через ролик, рычаги и тягу 21 передает движение валу опрокидывателя. Совершив полный оборот, кулак упором 19, воздействуя на конечный выключатель 20, производит включение электродвигателя конвейера расстойки, который подает к посадчику под загрузку следующую люльку 2. Достоинством этого посадчика является фиксированная укладка тестовых заготовок в люльке шкафа для расстойки, что дает возможность повышения его производительности. Ковшовая форма люльки исключает деформацию тестовых заготовок. Посадчик R3 HFA-1 предназначен для загрузки тестовых заготовок в формы кассет конвейерного шкафа в комплексно механизированной линии R3 HRA при выработке формового хлеба. Посадчик состоит из горизонтального цепного транспортера 17, на цепях которого шарнирно укреплено 14 поворотных ковшей 10 с рычагами 24. Рядом с этим транспортером вертикальной плоскости установлено 7 звездочек, которые огибает непрерывно движущаяся разгрузочная цепь 12 с двумя пальцами 9 и 18. Цепь приводится в движение от приводной звездочки 7. Тестовые заготовки от закаточной машины транспортером 9 подаются на лоток накопитель 3, откуда по одной захватываются питателем 26 и поочередно загружаются в ковши 10. В этот период электродвигатель 16 привода конвейера расстойки выключается от конечного выключателя В2 и кассета с формами останавливается под загрузку. Первый загруженный ковш проходит над всей кассетой 11. При встрече рычага 24 с движущимся пальцем 18 ковш опрокидывается над последней левой формой. При этом рычажок 23 взаимодействуя с упорной планкой 19 поднимает флажок 20, освобождающий ковш для опрокидывания. Аналогично при дальнейшем движении палец 18 или 9 опрокидывают все последующие ковши. После загрузки всех форм кассеты палец 18 или 9, взаимодействуя с конечным выключателем В1, включает электродвигатель 16, который через передачу 15, червячный редуктор 14 и зубчатую пару 13 приводит в движение конвейер расстойки. Посадчик приводится в движение от электродвигателя 1 мощностью 0,4 кВт, частотой вращения 915 оборотов в минуту, через клиноременную передачу 2, блок редуктора с передаточным отношением 30 и вариатора скорости 4 с передаточным отношением 1 к 3. Коническую зубчатую передачу 5 вращает вертикальный вал 27 с приводной звездочкой 25 горизонтального цепного транспортера. От вертикального вала через коническую зубчатую передачу 6 вращается приводная звездочка 7 разгрузочной цепи 12. Через коническую передачу 22, цепную передачу 21 приводится в движение питатель 26 и транспортер 8. Габаритные размеры посадчика в миллиметрах 1540 на 3420 на 1135. Делительно-посадочный автомат ДПА предназначен для деления ржаного и пшеничного теста на куски массы от 0,8 до 1 кг с одновременной укладкой их формы, установленные на люльке растойно-печного агрегата. Применяется с растойно-печными агрегатами и в комплекте с печами ФТЛ-2, подмосковная, ХПП-25, ХПА-40, АЦХ. Делительно-посадочный автомат состоит из теста делителя с делительной головкой 6 типа Кузбасс и цепного ковшового посадчика. Делительная головка укреплена на каркасе 4 посадчика. К фланцу 5 делительной головки крепится переходной по трубок теста делителя. Посадчик состоит из 4 пар звездочек 1, 2, 11 и 18. Две пары звездочек 1 и 2 являются приводными, а две пары звездочек 11 и 8 натяжными. На эти звездочки натянуты две бесконечные цепи 17 с шагом 115 миллиметров. К цепям через каждое звено с помощью пальцев 16 шарнирно укреплено 64 ковша 15. Каждый ковш имеет палец, который при движении ковша на горизонтальном участке цепи скользит по откидной направляющей 8. Натяжение цепей посадчика осуществляется винтовыми натяжными устройствами 12. Когда очередная люлька 7 конвейера расстойки подходит к загрузке, то головка подвески люлик, взаимодействуя с рычагом конечного выключателя, включает электродвигатель привода агрегата. В этом случае шнеком делителя тесто нагнетается в делительную головку. Для обеспечения равномерного деления теста конец шнека на долине 85 миллиметров выполнен двухзаходным. Одновременно движется цепь посадчика с ковшами, которые поочередно проходя под делительной головкой 6 заполняются кусками теста. После заполнения кусками теста 16 ковшей по числу форм на люльке, упор, установленный на щеке цепи посадчика, взаимодействует с конечным выключателем. В результате выключается привод делительно-посадочного автомата и движение заполненных ковшей посадчика прекращается. Вслед за остановкой автомата вращающийся кулачок 14 через ролик 13 и тягу 10 поворачивают в подшипниках 22 вал 9, который кронштейнами 21 опускает направляющую 8. В результате пальцы заполненных ковшей теряют опору и ковши, поворачиваясь вокруг оси 16, опрокидываются, направляя куски теста в формы люльки. При дальнейшем вращении кулачка 14, направляющая 8, возвращается в исходное положение, а последующая люлька конвейера расстойки при движении, взаимодействуя с рычагом конечного выключателя, включает электродвигатель привода автомата. В движении автомат приводится от электродвигателя 24 мощностью 4 кВт и частотой вращения 1500 оборотов в минуту, который через цилиндрический редуктор 25, предохранительно регулировочную муфту 27 и цепную передачу 28 приводит во вращение вал 29 нагнетательного шнека 30 теста делителя. Через цепную передачу 26 промежуточный вал 37, цепную передачу 34, вал 36 и полуоборотную муфту 35 вращается делительный барабан. От вала 37 через цепную передачу 31 промежуточный вал 32 и цепную передачу 33 вращается приводной вал 3 цепного транспортера посадчика. Кулачок 14 механизма опрокидывания ковшей приводится во вращение цепной передачи 23 от звездочки 19, укрепленный на валу 20 конвейера расстойки. Механизмы для разгрузки люлик конвейера шкафов окончательной расстойки. Эти механизмы предназначены для выгрузки тестовых заготовок из люлик конвейера расстойки и перекладки их непосредственно на под печи или на плоскость механизма для посадки в печь. Одним из основных способов разгрузки является опрокидывание люлик. Механизм для разгрузки люлик LR-160 предназначен для разгрузки люлик и одновременной ориентированной посадки тестовых заготовок как на ленточной, так и на выносной люличной под печи. Механизм устанавливается у разгрузочного вала 13 конвейера расстойки. Непосредственно на этом валу совместно со звездочками 11 укреплены 8 кулачковые копиры 9, которые через ролики 4 поворачивают промежуточные валики 5 и 14. На этих валиках укреплены рычаги 8 с подвижным флажком 12. На валике 5 укреплен зубчатый сектор 6, который входит в зацепление с шестерней 7, поворачивающий вал 3 с рычагом 2 разгрузки люлик. При подходе люльки 16 на позицию разгрузки 8 кулачковые копиры поворачивают рычаг 2, который нажимая на поводок 10, поворачивают рамку люльки, выгружая из нее тестовые заготовки. Одновременно рычаги 8 опускают подвижный флажок 12, который совместно с неподвижным флажком 17 ориентирует выгружаемые тестовые заготовки при укладке их на под печи. Для предупреждения раскачивания люльки в период разгрузки установлена продольная направляющая 15. По окончании разгрузки люльки при вращении в вала 13 копиры через ролики 4 поднимают подвижный флажок в исходное положение. При дальнейшем движении конвейера рамка разгруженной люльки встречает на своем пути неподвижный копир 1, который возвращает ее в первоначальное положение. За один оборот вала 13 механизм разгрузки повторяет цикл 8 раз. Механизмы для надрезки тестовых заготовок. Эти механизмы предназначены для надрезки тестовых заготовок после окончательной расстойки. Надрезка заготовок может производиться на ленточном транспортере или непосредственно на поду печи. Наиболее широкое применение для надрезки тестовых заготовок на ленточных транспортерах получили надрезчики с механизмом надрезки, который состоит из двух шкивов с натянутым бесконечным прорезиненным ремнем шириной 80 мм и укрепленным на нем стальным ножом. Ремень приводится в движение от электродвигателя. Скорость движения ремня обычно составляет 12,5 метров в секунду, а ленты транспортера, на котором размещаются тестовые заготовки – 0,15 метров в секунду. Механизм надрезки располагается под углом к оси транспортера. При производстве батонов угол составляет от 30 до 45 градусов. Глубина надреза регулируется путем подъема и опускания механизма надрезки. Для предупреждения прилипания теста к ножу последний при каждом повороте смачивается водой. Надрезчик предназначен для надрезки тестовых заготовок непосредственно на поду туннельных печей. Его схема представлена на слайде. Надрезчик состоит из рамы 12, которая крепится на двух кронштейнах – 10 и 13. На раме смонтирован механизм надрезки 3, состоящий из двух шкивов – 8 и 11, и ремня с двумя серповидными ножами 7. Натяжение ремня осуществляется грузовым натяжным устройством 5. В движении надрезчик приводится от электродвигателя 1, мощностью 0,4 кВт, частотой вращения 1400 оборотов в минуту. Через клиноременную передачу 2. Надрезчик устанавливается под углом 60 градусов к оси пода печи. За период перемещения пода на шаг между рядами на каждую тестовую заготовку наносится 5-6 надрезов с расстоянием между ними от 50 до 60 мм. Смачивание ножей производится в камере 9 при каждом обороте ножа. Регулирование глубины надреза производится изменением высоты рамы, которая перемещается в направляющих 6, вращением штурвала 4. Надрезчик-опрыскиватель LD-151 является составной частью автоматизированной линии для выработки батонов и предназначен для их надрезки с одновременным опрыскиванием ножей и тестовых заготовок на поду ленточных или уличных печей. Надрезчик-опрыскиватель состоит из каретки 14, которая роликами 7 установлена на двух направляющих 8. На каретке расположены форсунка 1 и 2 шкива 6 и 3, на которые натянут ремень 4 с двумя ножами 2. Шкив 3 имеет натяжное устройство 15. На корпусе каретки приварен палец 10, который с помощью поводка 30 шарнирно соединен с пальцем, укрепленным на цепи 29. При движении цепи каретка своими роликами перемещается по направляющим 8. При этом шестерня 11 перекатываясь по зубчатой рейке 28 приводит во вращение вал 13, от которого через конические шестерни 12, 9, вал 5 и шкив 6 приводится в движение ремень 4 с ножами. Для предупреждения прокидывания каретки на ней дополнительно установлено в верхней части два ролика 19, которые перекатываются под направляющий 20. Надрезчик приводится в движение от электродвигателя 32 мощностью 1 кВт и частотой вращения 930 оборотов в минуту, от которого через клиноременную передачу 31 и зубчатую цилиндрическую передачу 18 вращение передается ведущей звездочке 33 приводной цепи надрезчика. Надрезчик-опрыскиватель начинает работать в тот момент, когда ряд тестовых заготовок выходят на позицию надрезки. При этом крайняя заготовка, проходя под роликом 26, кулачком 25 воздействует на микропереключатель 24, который дает сигнал на включение электродвигателя 32. На случай отсутствия крайнего батона с какой-либо стороны датчики включения устанавливаются с двух сторон. Выключение электродвигателя производится при достижении кареткой одного из крайних положений. В этом случае упор 27, воздействуя на конечный выключатель 34, размыкает цепь магнитного пускателя электродвигателя и каретка останавливается. При получении следующего сигнала цикл повторяется, но движение каретки происходит в обратном направлении. При движении каретки на каждом батоне производится 4-5 надрезов. Скорость движения каретки составляет 0,6 метра в секунду, а скорость надрезания 3,8 метра в секунду. Глубина надреза регулируется изменением высоты надрезчика над батонами. Для этой цели служит штурвал 22, при вращении которого через червячное зацепление 21 и шарнирный параллелограмм 17 направляющие 8 могут приподниматься или опускаться. Фиксация направляющих производится с помощью болта 23. Одновременно с надрезкой производится опрыскивание тестовых заготовок и ножей. Вода в форсунку подается непрерывно по гибкому шлангу. В крайних положениях в период остановки каретки вода из форсунки сливается через воронки 16. В этом видео мы рассмотрели устройство и принцип действия механизмов для посадки тестовых заготовок в люльки конвейера шкафов окончательной расстойки, механизмов для разгрузки этих люльек, а также механизмов для надрезки тестовых заготовок. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, поставьте колокольчик уведомления. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.